недавно я побывал в италии при том что я немало поездил по миру в италии я был первый раз эта поездка стала для меня сказать таким толчком к очень невеселым в общем размышлениям италия мне страшно понравилось это чудесная страна живут сказать ну при внешних контактах очень такие доброжелательные люди это фантастическая архитектура это живая история овеществленная история вот живая история воплощенная в камнях в камнях и когда смотришь на скажем дворец висконте в милане на то что поднастроенного флоренции это чудо безусловно но к этому всему чем больше этим восхищаешься тем больше к этому примешивается очень такое горькое чувство потому что понимаешь что вот те люди которые живут в этих городах они имеют отношение ко всему этому цивилизационному багажу примерно такое же как нынешние арабы живущие в египте к египетским пирамидам и в этом отношении для меня италия стала ну как бы финальной точкой после того что я видел в англии франции и германии если говорить ну упрощенно и предельно сказать предельно прямо об этом впечатлении вот когда я ходил по итальянским городам я понимал что я хожу по городам стран страны в данном случае италия которая закончила свое историческое существование и это уже существование после истории то есть там действительно конец истории наступил европа действительно закатилась закатилась в лунку истории и вот та жизнь которая там идет она в общем довольно сытая спокойная туда хорошо приезжать отдыхать писать там книги но в этой жизни ничего не происходит качественно нового и по видимо ничего не произойдет кто-то скажет ну и хорошо можно так сказать жить жить всю жизнь к сожалению жить всю жизнь тихой жизнью не получается потому что рядом с этой жизнью просто и другая жизнь в виде огромной волны мигрантов из ближнего востока и африки которые резко отличаются от европейского населения и по цвету кожи и по культуре и по возрасту то есть одной стороны мы имеем сытых богатых европейцев среднего достатка с другой стороны бедных темнокожих мусульман например и в этом отношении европа все более и более превращается в музей архитектура это музей европа это место куда приезжают туристы то есть единственная пожалуй функция европы которую она сейчас сохраняет это огромный музей то есть музеизация европы означает конец ее исторического существования если музейная сторона европа становится главной то это означает статика доминирует над динамикой и очень хорошо понимаешь когда смотрим на миланский собор очень хорошо понимаешь что европейцы больше ничего подобного никогда не создадут они проехали они едут с ярмарки истории с одной стороны в этом нет ничего трагического потому что ну сказать цивилизации поднимались была египетская цивилизация была античная была европейская вот теперь европейская уходит и через 50 лет у нее может быть вообще совсем другое лицо а в районе замка флуара будет жить арабское население и как расписала своем романе мечеть парижской богоматии чудинова там будет запрещено выращивать виноград производить вино потому что ислам этого не позволяет то есть но с точки зрения такой мировой истории это обычный процесс но вот мне как человеку сказать воспитывал на европейских ценностях европейской культуре а русская культура это безусловно сказать такой северо-восточный вариант европейской культуры конечно очень жаль когда на в общем то сказать протяжении твоей жизни где-то с 50-х годов происходит вот это умирание есть очень интересный автор английский эдвардс который написал трилогию викторианцы после викторианцев и наше время и вот в этой книге наше время это по сути дела социальная история англии написанная популярно он пишет что в 50-е годы англичане жили довольно бедно после войны но они знали что они англичане а вот при тетчер произошло следующее пишет он англия превратилась в ничейный дом он пишет great england is nobody's home это ничейный дом там живут общины и европейцы в европе превращаются в одну из общин я уже не говорю о том что есть немало других линий отлома европейцев от своей собственной цивилизации я назову только два первое это переход от цивилизации производства к цивилизации потребления и досуга то есть люди потребляют и проводят досуг они не производят это не трудовая цивилизация трудовые навыки сказать уходят трудятся в европе люди из восточной европы из африки из арабских стран и вторая вещь это отношение к христианству даже в европейской конституции в общей европейской конституции была проблема потому что оттуда убиралась христианство в европе живет много не христиан то есть мы действительно присутствуем при финальной стадии заката европы в лунку истории и мне очень очень жаль с другой стороны с точки зрения чисто практика политической отсутствие можно сделать сказать целый ряд других выводов но например как можно позволять себя учить сказать и правам человека и многим другим вещам представителям общества которые уже едет с ярмарки истории общество в котором провалились в провалились все три модели интеграции не европейцев европейскую жизнь английская голландская и французская мне очень странно что сказать в пассе наши представители позволяют сказать учить себя сказать вот этим людям которые а живут после истории и после своей культуры б не смогли интегрировать мигрантов в являются протекторатом америки и вот эти люди чему-то нас учат как нам как нам разбираться да вообще сказать слушать этого не надо и вообще не уверен что нам нужно сказать присутствует в том же пассе чтобы нас учили сказать полные исторические лузеры учили нас тому как как нам существовать я знаю что в моей стране очень много проблем но я знаю очень хорошо что россия и русские не едут с ярмарки истории у нас есть впереди сказать некое будущее которое мы еще не израсходовали европейцы к сожалению для меня я это воспринимаю как личную трагедию европейцы свое будущее израсходовали у них его нет они живут после истории поэтому туда очень приятно ездить смотреть миланский собор римский колизей но и все